приветствую вас дорогие зрители в этот пятничный завершающий эту неделю выпуск news блока крипто на канале крипто комманс сегодня мы вам расскажем как и всегда о самых важных и интересных новостях произошедших за последние пару дней в мире крипто но сделаем это максимально компактно оставив лишь самую ароматную выжимку как в качественном эспрессо поэтому без лишних слов переходим сразу к делу и так сегодня в выпуске правительство сша готовится продавать конфискованные биткоины компания арк инвест кэти вуд скупает акции собственного bitcoin и тф глава по стратегическому инвестированию blackrock рассказывает о взрывном драйвере рынка мощнейший сигнал новый совет от джима крамера и завершить наш выпуск айван лилджиквист со свежим обзором ситуации в рынке оставайтесь с нами и так правительство сша продаст связанные с сил крот биткоины на 130 миллионов долларов речь идет про два лота в 2875 и 59 биткоинов на сумму 129 миллионов и 3,3 миллиона долларов соответственно первый лот был конфискован у райана фарса жителя штата мэриленд осужденного вместе со своим отцом за сговор целью отмывания денег включавший продажу ксанекса в даркнете второй лот был конфискован у шона бриджеса бывшего специального агента секретной службы сша активно участвовавшего в расследованиях против самой же сил крот здесь важно понимать три следующих момента во первых эта ситуация естественно усилит давление продавца во вторых это лишь малая часть биткоинов которые правительство сша конфисковала у криминала но дорогой зритель если ты внимательно смотришь наши выпуски то ты должен прекрасно помнить что правительство сша продает эти биткоины все реже и реже и третий момент заключается в том что даже текущее падение которое конечно же вызывает нервозность и тревогу даже рядом не стояла с падениями которые были во время предыдущих бычьих забегов которые на минуточку закончились историческим максимумом поэтому соберись не паникуй и слушай наш выпуск дальше компания арк инвест кати вуд покупает почти 95 тысяч акций собственного bitcoin и т.ф. согласно данным арк инвест дэйли 25 января компания арк инвест кати вуд провела стратегические сделки купив почти 95 тысяч акций арк 21 шая с bitcoin spot и т.ф. что эквивалентно примерно 3,8 миллионам долларов одновременно с этим компания кати вуд осуществила распродажу реализовав 199 тысяч акций про шая с bitcoin фьючерс и т.ф. на сумму примерно 3,82 миллиона долларов наряду с покупкой собственного bitcoin и т.ф. арк инвест приобрела также почти 30 тысяч акций tesla inc сразу скажу что упоминания акций тесла были здесь в качестве контекста то есть другими словами для полноты картины нас же с тобой дорогой зритель больше интересует другая покупка а точнее купли-продажа как и любая публичная компания которая уверена в своем бизнесе арк инвест кати вуд имеет акции из собственного бизнеса но инвестиции в деривативы это не инвестиции в сам продукт который является основой любых деривативов поэтому оптимизация инвестиционного портфеля арк инвест происходит на фоне недавно одобренного spot bitcoin и т.ф. из ранее одобренного фьючерс bitcoin и т.ф. это конечно же не означает что фьючерс и т.ф. уходят на второй план либо начинают терять интерес инвесторов совсем нет фьючерсы это про активный трейдинг а spot это проход линг и с учетом долгосрочной перспективы к эти вот видимо считает что вкладывать деньги в ее spot bitcoin и т.ф. единственный официальный и разрешенный регуляторами способ по инвестированию институционалов bitcoin является хорошим шагом сказать с уверенностью принесет ли это прибыль в краткосрочной или среднесрочной перспективе конечно же нельзя ведь это рынок и тем более крипты но зато можно с уверенностью сказать что покупать лучше всегда на просадках ведь как я тебе и говорю дорогой зрители много раз эффективная торговля на рынке это движение против толпы а самое лучшее понимание чувства толпы диктует тебе твое внутреннее ощущение ведь как бы это ни было печально и ты и я частью этой толпы и являемся именно поэтому золотое правило гласит так покупать нужно не во время фуму а тогда когда все продают потому что страшно но не финансовый совет конечно продолжает наш выпуск кусок интервью главы по стратегическому инвестированию blackrock в или где она рассказывает об ожидаемом очень сильном драйвере рынков на которой делает ставку в этом году ее компания давайте послушаем есть сомнения в отношении рынка в том что многие новости о возможной сокращенной ставки уже были включены в рынок в конце прошлого года каким будет основной драйвер рынков в этом году ну что ж понимание того как далеко и насколько долго этот нарратив безупречной дезинфляции может держаться вероятно и будет этим драйвером на этот год для рынков и рискового настроя поэтому если мы с вами будем говорить о федеральной резервной системе декабрьский поворот буквально стал зеленым светом для рынков бежать вперед с этой безупречной дезинфляцией этой историей и мы думаем что инфляция на самом деле будет падать на самом деле какой-то момент этого года она вернется к целевому значению но также думаем что инфляция снова оскочет из-за постоянного давления по заработной плате а рынки одновременно могут быть сосредоточен только на одном поэтому подтверждение такого оскока инфляции ясными не будут не в ближайшем времени невозможно в ближайшие полгода вот почему мы полагаем что есть место для движения этой безупречной дезинфляции забега этой истории импульс который может какое-то время продолжаться до момента полной перезагрузки фундаментальных показателей а можно попроще изи бро одна из крупнейших управляющие активами компаний уверена в том что в этом году ставки фрс начнут сокращаться да мы все этого ждем но одно дело мы а другое дело это одна из крупнейших управляющие активами компания и до рынке уже это ожидание включили в цену поэтому есть теоретический риск того что если вдруг все пойдет не по плану то будет тяжело и больно и кстати если ты не в курсе то дезинфляция это замедление инфляции они то когда цены начинают падать чудес не бывает вспыхнул самый бычий сигнал надежного биткойн индикатора джим крамер посоветовал держателям биткойна цитата выходить по мере восстановления цены ведущий cnbc mad money джим крамер в очередной раз раздал непрошенный совет биткойн инвесторам и на этот раз он тонко намекнул им ликвидировать свои активы вот и все больше здесь говорить нечего если вы вдруг не знаете кто такой джим крамер то супер кратко это самый точный на протяжении большого времени противоиндикатор может ошибаться rsi быть неточным очень надежный паттерн но джим крамер ошибается примерно в 95 случаях из 100 естественно что все решения вы принимаете на свой страх и риск это не финансовый совет бла-бла-бла но если джим крамер в пятницу говорит продавать то по крайней мере не продавайте и завершает наш выпуск айван лилджи квест где расскажет нам о рынке что-то интересное айван сцена твоя да весь рынок в настоящий момент сейчас находится немного в депрессивном состоянии но вы-то знаете что я то нет вы знаете что я на самом деле веселый я наслаждаюсь моментом потому что я вам сейчас расскажу такое что лично я считаю грустить сейчас нельзя только веселье и только радость а знаете почему а потому что биткоин сейчас выше 40000 он так хорошо держит позиции он так фантастически хорошо укрепился что как вы знаете мой сценарий номер один это вот эта парабола которая остается в силе и она будет оставаться в силе мы продолжим рост вверх вероятно в течение где-то февраля вероятно в течение следующей месячной свечки я так думаю но большая часть рынка гораздо больше депрессивно большая часть рынка в настоящий момент ожидает откат знаете нужно подождать конца марта с вероятным движением вниз туда-сюда короче слушайте я считаю что есть две вещи которые окончательно бесповоротно поменяют этот рынок что буквально каждого сделает таким весельчаком буквально как я и кстати вероятно как и тебя мой дорогой зритель но давайте по порядку я вам расскажу то что конкретно сейчас необходимо как вы знаете что буквально каждый день грейс кейл продает на сотни миллионов долларов биткоин отправляя в coinbase они дам пингу и буквально каждый день каждый день грейс кейл продает биткоин дам пингу и самого начала запуска и т.ф. а рынок берет и не сдается хавая хавая сотни и сотни и сотни миллионов долларов биткоинов которые дам пет грейс кейл и только представьте себе что мы это делаем удерживая уровень в 40000 то есть покупателей достаточно чтобы вступить в рынок и переварить все это давление продавца то есть горы скейл каждый день продает и продает и продает а рынок берет и держит 40 до даже больше чем 40 к на самом деле 40 с половиной к и только представьте себе день когда не будет ни одной транзакции от грейс кейл в сторону coinbase представьте наступит день когда они ничего не продадут ведь он придет у них нет бесконечного объема капитала чтобы сливать и в тех похоже завершил дамп поэтому возможно что через несколько дней это все закончится и мы увидим с вами это дня через два-три ведь ftx был самый большой дампинг у ющий внутри давления продавца от грейс кейл и так это важный момент первое условие которое должно исполнится в том чтобы грейс кейл перестал свои ежедневные дампы это определенно произойдет возможно очень быстро даже вероятно что на следующей неделе так что моя ставка на то что на следующей неделе мы увидим совершенно другой рынок потому что перестанут происходить ежедневные транзакции над coinbase это первое можете взять листочек бумаги и написать номер один и так номер два давайте поговорим весь рынок в целом в настоящий момент достиг частички равновесия за последние несколько недель как вы знаете у нас были все виды воодушевления пройти и тф наступают они будут большими они будут обалденными и и тф случился а теперь у нас нет ничего до момента холдинга то есть мы достигли равновесия как мы знаем мы говорили про эти пустые земли между и тф и холдингом так что очевидно что многие люди в настоящий момент подустали другими словами многие люди потеряли этот движ и не знают что происходит потому что мозг у человека не работает в долгосрок скажем так он работает на недельном таймфрейме то есть наш мозг как бы когда трейдинг view где можно выбрать разный таймфрейм а в мозгах таймфрейм выбрать нельзя если посмотреть на год в целом то мы знаем что приближается холдинг приближается снижение ставок приближается поворотный момент фрс плюс еще выборы но большинство людей так не думают они смотрят на цену видит как она упала 45 до 40 теперь сидят и боятся но слушайте из-за того что мы находимся в этом состоянии равновесия который нашел рынок между спросом и предложением образовав боковичок то что сейчас необходимо это шок системе нужен шок большой большой массивный шок который встряхнет всю систему и внесет новую переменную в этой системе который для нее станет большим воодушевлением и каков же шок может быть для системы на горизонте а есть такой большой идущий со стороны азии а конкретно с китая китай собирается напечатать сколько не печатал никогда в этом году он простимулирует экономику как не стимулировал никогда они собираются напечатать 287 миллиардов в течение ближайших недель и месяцев чтобы простимулировать фондовый рынок и экономику и это только начало потому что гораздо больше эта страна вся их экономика сейчас страдает и они будут использовать принтер чтобы спасти эту экономику и спасти быстро они будут первыми кто это сделает с точки зрения крупной экономики а следующими будет сша потому что вы знаете что этот год этот год выборов и для того чтобы победить в этих выборах байден должен будет начинать смягчать экономику он должен будет начать тратить но очевидно что конечно не сам байден сделает экономику смягчающейся а возьмет и повлияет на фрс вот такие дела вот и все айван тебя слушать просто упоение так что берем с тебя пример заряжаемся позитивом и отлично настроим в эту пятницу тем более в этот вечер дорогой зритель я думаю что ты следуешь этому совету понимая что он не финансовый а для полной гармонии поставь под видео лайк подпишись на канал оставь свой бесценный комментарий который мы прочитаем и обязательно на него отреагируем но только в том случае если тебе контент зашел а если не зашел то напиши нам почему мы приложим все усилия чтобы в следующий раз точно зашло в общем погружаемся в выходные и до встречи в следующем выпуске а а а